Доброго времени суток всем, ребята! Опять я с вами И сегодня мы будем Я, вернее, буду ставить видео Которое для многих может оказаться разочарованием Сейчас объясню почему Потому что все ждут от меня продвижения вперед Получается, что я топчусь на месте Или даже, может, сделаю шаг назад Потому что то, что сейчас буду рассказывать Является ниже плинтуса понимания того Кто ездит на машине Но, тем не менее, ребята, я всегда говорил и говорю Может быть, это мой недостаток Но для меня результативность того, что я делаю Будет тогда, когда мне удастся объяснить кому-то такому Кому не смог никто объяснить То есть, если вы все понимаете И ждете от меня развлекательного характера То есть, провести время, посмотреть, что человек рассказывает То я вас разочаровываю Но мне интересно то, чтобы Так, в кавычках, без обид Чтобы понял Даже двоечник, да? То есть, рассказ должен заключаться в том Что не там пять отличников Быстро вышли и закончили контрольную А все остальные еще пишут А так, чтобы достучаться до последнего Ребят, я дошел до того, что на базе ваших комментариев До меня дошла одна простая вещь Вы не понимаете То есть, вы не понимаете Часть не понимает И я понял, почему эта часть не понимает Часть это не понимает Потому что изучает этот материал С тетрадками Книжками И компьютером И никогда не видела в глаза Того токографа Который ждет его в машине Другая часть им говорит И пишет, и правильно пишет Да ты не переживай Зайдешь, сядешь Два раза нажмешь кнопки И поймешь И это действительно так Но мне необходимо Рассказать данный материал Потому что та часть зрителя Которая меня смотрит И слушает И старается что-то понять И никогда не видела этого токографа Не сможет продвигаться вперед Потому что не понимает элементарного Я думал, что элементарное То, что я рассказал в прошлом видео И многие писали Да, разжевал, разжевал, разжевал Разжевал, потому что Вы уже имеете определенный багаж Но тот человек, который садится И не понимает И я, кажется, понял Где зарыта собака Не понимает Как просто ведет Просто как ведет себя Этот токограф В момент движения Заводки Заглушки И всего остального Машины Об этом никто не рассказывает Потому что Начинается любой курс Уже подразумевая Ну это же само собой Ну вот я хочу рассказать О том Что само собой Давайте посмотрим сначала Коротенькие видео Как ведет себя Мой токограф Во время Движения Или остановки Или заводки машины И потом продолжим Значит, ребят Может быть Будет чуть-чуть тряска рук Извините У меня нет штатива Чтобы это делать На несколько минут Значит, обратите внимание Самый нижний Уголок Машина сейчас заглушена Машина просто стоит Да, это как бы Домашняя страничка Как у вас в телефоне Самый нижний Уголок Левый Да Вот этот значок Постоянно показывает То, что с вами происходит То есть, что пишет На вашу карту Данную В каждую секунду Да С противоположной стороны Есть 0 км в час Это спидометр Да, который вы Я вам предлагаю Обратить внимание Чтобы вы поняли Когда я тронусь Потому что Так вам будет удобнее Я не хочу Лобовое стекло Включать в кадр Потому что Плохо будет видно вам Да Вот Я включаю зажигание Сейчас Смотрите Включаю зажигание Всего-навсего Загоряется подсветка Ничего не изменяется Меня спрашивали Что изменится Да Что изменится Когда включишь зажигание Заводим машину Завелся двигатель Ребят Ничего Абсолютно Машина стоит Так же на паузе Как и стояла Включаю передачу Снимаю с ручника Начинаем движение Обратите внимание Смотрите на кроватку Слева в углу И смотрите на 0 км в час Смотрите одновременно Что раньше изменится Все, руль Мы едем, ребят Мы едем Изменение произошло На 4 или на 5 секунду Где нам говорили На курсах Я точно не помню Остановился Допустим Мы в пробке Включились молоточки Продолжаю движение Смотрите 1, 2, 3, 4 Молоточки, молоточки, молоточки Руль Поехали Остановился Молоточки Поехал Поехал Сейчас вторая Когда мы едем Ребята Эти все кнопки Дезактивированы На ходу Вы ничего не можете сделать Когда вы стоите Вы остановились Тогда вы можете Чуть-чуть повлиять На его работу Вы можете Изменить этот значок Кнопочкой 1 Смотрите Кнопочкой 1 Мы нажимаем И можем включить Паузу Не заглушив машину То есть вы остановились Хотите чтобы кондиционер работал Да Или Видите что пробка такая Спереди Что там вам долго стоять Вы нажали И все И Включилась у вас пауза Нажимаем еще раз Конвертик Я расскажу перед доской Что означает конвертик И нажимаем еще раз Возвращаемся на молоточки Стоя на месте Мы никогда не можем включить руль Едучи Будучи в движении Мы вообще ничего не можем То есть руль Будет и только руль Движение только руль Когда стоим на месте Эти три значка Молоточки Конверт И кроватка Кроватка Кроватку можно включить так Но кроватку Можно еще включить и по другому Смотрите Подъехал Тронулся Один Километр в час Руль Остановился Да То что я делал Молоточки Опять Ой ребят Тут я и еду И взад И вперед И вам показываю Ну уж Извиняйте Руль 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 И Опять остановился Ноль Молоточки И теперь смотрите Внимание Ребят Стоят молоточки Вы остановились Вот я зажал ручник Смотрите 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 Что у нас произойдет Заглужил машину Все Машина Стала на паузу Короче Я думаю Что вы поняли Алгоритм Его Реакции На Сенсор Который На датчик Как вы говорите По русски Датчик Который стоит на коробке На вращении Выходного вала Как он реагирует Датчик ему дает сюда сигнал И что он делает Когда я поехал Остановился От заглушки Сейчас Ставится на паузу Автоматически Почти Ну я думаю Все Сейчас Современные Было Одно поколение Такографов Когда ты Останавливался А там То есть Ты останавливал Двигатель А там Продолжали стоять Молотки Водитель должен был Нажать единичку Для таких Такографов Было Очень неудобно То что Вернее Для таких Водителей Кто работал С такими машинами Это такой узкий коридор Поколение Какое-то было Ты остановился Пошел в ресторан Кушать И если ты Не нажал кнопку Пришел А у тебя И нету паузы Ты действительно Реально Отдыхал Там А у тебя Молотков Там час Но даже Такографы Если кто-то Кто меня смотрит Оказался На такой машине Поедучи К мастеру Электрику Они Обновлялись Был специальная Программа И кто Имеет Прибор Чтобы Подключаться К нему И их Перестраивали Что они Тоже Ставились В паузу Отключал Заглушил машину Машина Остановилась На Кроватке Я думаю Вы поняли Вот этот Алгоритм Как он Работает Тронулся Поехал Тронулся Поехал Сейчас Я вам Дальше Расскажу Уже На теории Что с этим Нужно делать Теперь смотрите Что увидит Тот Кто вас Проверяет Значит Здесь Время Начала Активности Той В первом Столбочке 7.37 И Значит Время Начала Следующий Значит Видите Вот Кроватка Руль Молоточки А здесь Сколько Длилось Это Сколько Три Минуты Пять Минут Восемь Да Вот Молоточки Молоточки Они Смотрите Эти Молоточки Восемь Минут Потом Здесь Здесь У нас Четыре Минут Здесь У нас Две Минут Здесь У нас Четыре Это Просто Технические Такие Вот Остановки Здесь Целых 16 Остановился Потому что Специально Я их Не Включаю Остановился Здесь Две Минут Вот Это Если Машина Шла В Пробке То Этого Дергания Будет Намного Больше И В конце Мы Видим Вот Сумму Да Вот В сумме Мы Видим Что Молоточка У меня За целый День В эту Копилку Нападало 42 Минуты Езды 8.38 На данном Примере Я думаю Что вам Хоть что-то Стало Понятно Я хочу До вас Донести Главное Что Четыре С половиной Езды Четыре С половиной Часа Непрерывной Езды Никогда Почти Никогда За исключением Такого Серьезного Дальнобоя Что я стою Уже Прямо На автобане И вот Здесь У меня Горизонт Прямо Американская Дорога Я стартанул Набрал 90 километров Час Или 80 И еду Четыре С половиной Часа Это вам В практике Будет попадаться Не так часто Чаще всего Происходит Так Что Это происходит Во время Загрузок Разгрузок И Как они Набираются Если вы Не поймете Как набираются Этих Четыре С половиной Часа Дальше Все Что я буду Рассказывать В будущем До вас Не будет Доходить То есть Вы увидели На примере Моего Токографа Что Это Время Значки Четыре Которые Может Выдавать Токограф Вот это Езда Так называемый Руль Наверное Это все таки Руль Нарисовали Вот это Езда Это как будто Представьте себе Какой то Жигуленок Или москвич И это Спидометр То есть Этот счетчик Подключен На прямую Колесу Он Активируется И останавливается Только тогда Когда Крутится Колесо То есть Вы увидели Вас послала Жена Например Там на пятачок Что-то купить Да Вы У вас не было Два часа Вы там остановились Лучок взяли Там яичко Через дорогу Там поехали Кофе выпили Через дорогу Переехали Пачку сигарет взяли Заходите Жена говорит Васть Я не было Два часа А вы наездили Четыре с половиной Километра Например Или там Три километра Потому что вы крутились Вокруг своего двора Так же и это Четыре с половиной Часа Можно делать Чуть не целый день То есть Они Работают Так Пока машина Едет Все То что вы Делаете Вот эту езду Оно Набирается Вот это Бочонок Я нарисовал Это день Да Это весь день А ведерко Вот это ведерко Которые Которые Капает По минуте По две По десять Капает Вот эта езда Между ними Причем Время нормальное Ребят Не останавливается Но этот таймер Запускается И останавливается Только в те В те моменты Когда крутится колесо Когда машина едет Вы должны Вбить себе Это в башку Потому что Иначе То что вы мне говорите Четыре с половиной И сорок пять Я стоял Я правильно понял Нет Неправильно Ты понял Потому что Я не это хочу донести Сюда Сюда Наливаются По пять По десять По пятнадцать Минут Езда Додается Только в тот Момент Когда машина Едет Едет Тронулся Между этим Вклиниваются Вот эти молотки Что означает Разные работы В момент остановки Как вы видели На примере Моего токографа Да Вот Получается То ваше время Которое вы Идете И дергаетесь Ехал Стоял Ехал Стоял Ехал Стоял Во время Там Загрузок Трогания по горгу Или какого-то Вот в пробелах Этих Стоят молотки Вот То есть Красная езда Она сливается В это ведерко По кусочкам А эти молотки Сливаются В это ведерко Может пройти Несколько часов И у вас В этом ведерке То есть Езды У вас набралось Всего Два часа езды Там Два-два с половиной Все остальное Пробелы Набирается В это ведерко То есть В молотки В любой момент Сделал распечатку Или зайдя В меню Этого Токографа Потом я покажу Как это сделать Не в этом видео В следующих Вы сможете Увидеть Сколько у вас Этого руля И сколько у вас Этих молотков Больше Скажу Про молотки Надо заходить В токограф Машины Современные Уже имеют Проезду Имеют То есть Прошло полдня Иногда В два часа Гляну У меня еще Только Три с половиной Часа Езды Всего С утра Потому что Я сделал Четыре разгрузки Ехал Стоял Ехал Стоял Но Есть одно Но Делается Пауза Пауза Как вы видели На принципе Токографа Она происходит Только тогда Когда Машина Или заглушилась И водитель Принудительно Единичкой Ее включил Когда включилась Эта кроватка Она Засчитывается Нам Остается В ведерке Только Все то Что Более 15 минут То что Меньше Фактически То же Что и Молотки Только Оно Никуда Пускай Между ведер Пролетает И никуда Не идет Просто Не идет Не этот счетчик Не этот счетчик Ни который И счетчик Не идет Но Те Паузы Меньше Остановки Там Заглушил Машину Ключилась Кроватка Пошел Купил Пачку сигарет Вернулся Прошло 9 минут Ничего Это Никуда Не засчитывается Как я рассказывал В прошлом видео То что Больше 15 минут То засчитывается Засчиталось 15 И засчиталось 30 Как они засчитываются Я уже рассказал Не буду еще раз Рассказывать И 45 Если вы Набрали 45 Одним Куском Или Из 2 15 Плюс 30 Еще раз Повторяю Но Не наоборот Первая 15 Потом 30 То То Что Вы Здесь Набрали В этом Ведерке 2 Часа 2 С Половиной За Любой Отрезок Времени То Вылилось В общий Дневной То есть Ведерко Опять У нас Пустой То есть После 45 То Все Что Капает У вас Капает Этих 4 С Половиной Не Полная Ведерко Это 4 С Половиной Часа То есть Надо Остановиться Обязательно Вот Это Вы Должны Понять Что 4 Часа Можно Делать Много Часов То есть Минут Уехал Десять Стоял Минут Уехал Десять Стоял И Можно Так И до вечера Не Сделать Четыре С Половиной Часа То есть Не Берите За Пример Что Четыре С Половиной Часа Это Они Именно На Отрезке Времени Чтобы Вы Поняли Что Вот Это Просто Набивается Набивается Вот 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 Это Пасутина По минутке По 10 По 15 Когда Мы Стоим На Объездной И Какая-то Авария Там Да Оно Набивается И Между этим Кладываются Молотки Последнее Что Хочу Сказать Этот Конверт Никто Почти Не Ну Так Называют Его Конверт Я Не знаю Может По другому Что Вам Рассказывает На курсах Пишите Мне Мне Тоже Будет Интересно С Итальянского Это Означает Как Они Говорят Диспонибилита Диспонибилита Это Как будто К вашим Услугам Да То есть Это Готовность Ну Это По сути Дела Можно Ожидаю Телефонного Звонка Смотрю На дисплей И смотрю Когда Меня Включат И Позовут Ставить Под рампу Ну Ребят Ну Я Не знаю Включает Ли Кто-то Но Если Честно Это Чисто Бюрократия Потому Что Мне Кажется Этот Конверт Вы Днем Ночью Это Вот Как Итальянцы Говорят Диспонибилита Это Это К вашим Услугам Всегда У водителя Поэтому Это Чуть Чуть Меня Смешит Этот Конверт Когда Можно Быть Без Конверта Не знаю Включает Ли Его Кто-то Включаете Подзвоните Напишите Мне Будет Интересно Услышать Ребят Я Надеюсь Что Не зря Потратил Ваше Время На Этот Шаг Назад Потому Что Поймите И Разберитесь Как Из чего Состоят 4,5 Часа Потом Поедем Дальше Спасибо Вам Извините Еще раз Всего Хорошего До Свидания Удачи